Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Вернуть деньги обманутым вкладчикам поможет фонд. Поставили на вид. Управляющим компаниям напоминают об обязанностях. Самые спортивные выходные на курорте. Глава Анапы Сергей Сергеев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Прием главы каждый понедельник в 2 часа дня. В рабочем графике Сергея Сергеева этот пункт может отменить только командировка. Предварительную запись на прием ведут специалисты отдела по работе с обращениями граждан. Процедура несложная. От заявителя требуется только паспорт. Сегодня на приеме у главы города побывал анапчанин Викентий Цыванюк. Пожилой человек недоволен медицинским обслуживанием в городской стоматологической поликлинике. Проблему изучат специалисты. Азат Валиев высказал предложение. Вместо тесных газелей на железнодорожный вокзал должны ходить вместительные автобусы. Глава Анапы дал поручение своему заместителю и профильным службам рассмотреть этот вопрос. Еще одна тема приема – работа нелегальных такси. По мнению заявителя, сотрудники ГИБДД должны активизировать свои усилия в борьбе с подпольными перевозчиками. Пять административных производств возбуждено в отношении сотрудников управляющих компаний за несвоевременную уборку придомовых территорий. Управление муниципального контроля и ЖКХ проводят ежедневный мониторинг и следят за своевременным устранением нарушений. Мобильная группа за три дня провела мониторинг микрорайонов 12, 3А и 3Б. Вопиющий случай недобросовестной уборки зафиксирован возле дома номер 112 на улице Владимирской. Управление муниципального контроля совместно с Управлением ЖКХ проводят мониторинг внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов. Значит, нами сегодня установлен факт самой грязной территории внутридворовой. Это многоквартирного жилого дома управляющей компанией «Уславянка». Мало того, что это создает сегодня эпидемиологическую взрывную обстановку, вот и вдобавок это в первую очередь портит имидж города. Пакеты, бутылки и мелкий мусор разлетелся на прилегающую территорию. Детская площадка заросла травой. В отношении должностного лица составлено два протокола за несвоевременную уборку территории и покос травы. Список управляющих компаний, которые халатно относились к своим обязанностям, кроме фирмы «Славянка», пополнили компанией «Коммунальщик», «Управление домами» и «Крымский вал». Это был третий микрорайон, дом 155, это был дом Ленина 157А, то есть там были выявлены нарушения о несвоевременном покосе травы, значит, составлены протоколы. Но что самое интересное, управляющие компании мгновенно сразу реагируют на данные замечания, эти все данные нарушения исправляются моментально. Мобильная группа не только выявляет факты несвоевременной уборки, но и контролирует санитарное состояние территории после устранения нарушений. На базе многофункционального центра Анапы прошел выездной прием специалистов Краснодарского регионального общественно-государственного компенсационного фонда по защите прав инвесторов. Он был создан в конце 90-х, чтобы помочь обманутым вкладчикам вернуть свои сбережения. Более полумиллиона жителей Кубани в 90-е годы стали жертвами мошенников. Около 600 миллионов рублей растворились в финансовых пирамидах. Компенсационный фонд был создан в 1997 году. На выездных приемах можно получить консультацию или написать заявление на выплату. Нинамаркова переехала в Анапу из Кемерово. В те годы по совету знакомой приобрела акции, позже ставшие просто бумажками. Мы положили в один 2 миллиона, в другой 4 миллиона. А потом когда поняли, что это подали на суд, а нам отказали, чтобы досрочно нельзя деньги снять. Вот и так мы и остались. И все. В перечне фонда 503 финансовые компании, которые включены на выплаты. Максимальный размер компенсации в этом году составляет 25 тысяч рублей. В 2015 год выплачено более 83 тысяч компенсаций на сумму более 110 миллионов динаминированных рублей. Проведена большая работа. И сейчас выясняется, что не 260 минус 83. Получается, что примерно 180 тысяч человек могли бы получить точно такую же компенсацию. Потому что государство сообразило и подтвердило. Да, все вместе, хором и граждане, и государство просмотрели эту проблему. И финансовые компании сразу после приватизации, которые обещали сделать рубль золотым, там, или финишным, алмазным, да, они превратились в финансовые пирамиды. Консультацию по выплатам можно получить по телефону горячей линии фонда. Если быть, то быть лучшим, неважно в какой сфере. Как быть лучшим специалистом Анапского МФЦ, знает Майрам Петросян. Девушка победила в первом этапе профессионального конкурса. Добрый день. Вот у меня получили 77-й. Мне нужно получить консультацию по поводу земельного участка. Четыре года назад, когда молодой юрист Майрам Петросян впервые переступила порог многофункционального центра, слегка растерялась. Столько нового нужно было освоить. После окончания вуза вела прием в сельских округах. Это стало хорошим подспорьем в работе с людьми. Мне странно то, что я должна помочь человеку. Должна помочь решить тот вопрос, с которым он пришел. Ее распахнутые глаза, теплота и доброта располагают людей. А посетители приходят разные, порой отчаявшиеся найти помощь. Человек успокаивается после общения с тобой, ты видишь, что настроение у него резко сменилось. Даже по окончании консультации, либо приема документов, даже благодарность рассказываю. Постоянно совершенствует свои знания, старается постичь все аспекты и тонкости работы. В курсе всех изменений в законодательстве и регламентах. Скромная и приветливая, отзывчивая и очень внимательная к мелочам, аккуратная во всем Майрам, давно завоевала уважение среди коллег и руководства МФЦ. Она отзывчива, она трудолюбива, она исполнительна. В коллективе она пользуется уважением. Помимо этого, к людям она также открыта, что в нашей работе играет немаловажную роль. Постарается всегда на работе освоить что-то новое. Всегда подходит Виталий Викторович, задает вопросы. Вот здесь новая услуга планируется, как мы ее будем оказывать, подсказывает какие-то вопросы, как вот все это дело оформить. Ну, приятно с таким человеком работать. Чувствуешь не подчиненного, а практически поддержка нашего имиджа, имиджа нашего города, имиджа нашей страны. Майрам считает себя счастливым человеком. Крепкая семья, двое детей, любимая работа. То, что я работаю в МФЦ, наверное, это и есть мечта, потому что это работа по душе. Я после работы стараюсь оказывать большое внимание и деткам, и мужам, и родителям. Стараюсь успевать. Поэтому ее спокойствие и уверенность передается клиентам многофункционального центра. Качественно и быстро, за каких-то 12 минут, она успевает вникнуть в суд дело и помочь человеку. Я думаю, что для этого нужно проявлять больше внимания, терпения и понимания как к человеку, так и к его проблеме. К такому специалисту хочется вернуться снова. Быть профессионалом легко, считает девушка. Главное, все, что делаешь, делать с любовью. В Анапе в минувшую субботу ярко отметили День физкультурника. Стартовали праздничные мероприятия в 8.00 в селе Сухо. В оздоровительном лагере «Энергетик» прошла совместная зарядка стражей порядка и юных отдыхающих. Мальчишек и девчонок, отдыхающих в детском лагере, ждал настоящий спортивный праздник. Для тысячи ребят утреннюю зарядку провели инспекторы по делам несовершеннолетних. Очень здорово, мне очень всем понравилось. Мы зарядились просто позитивом и энергией на весь день. Так здорово. Теперь у нас будет, мы будем полны сил, чтобы участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в лагере. Сотрудники полиции в этом вопросе настоящие знатоки. Ведь здоровый образ жизни и занятия спортом необходимы для службы. Впечатления очень приятные, хорошие. С утра бодрость, энергия. Я думаю, день пройдет удачно. Ребята дружно приняли участие в разминке и без труда справились со всеми спортивными упражнениями, которые демонстрировали стражи порядка. Спортивную праздничную эстафету принял стадион «Спартак». Здесь все желающие могли испытать свои силы, сдав нормы ГТО. Учителя анапских школ, тренеры и преподаватели на своем примере показали, как сдавать нормы ГТО. Буквально за пару часов свои силы испытали более 50 человек. Такие соревнования – хороший повод для учеников показать уровень своей физической подготовки, поскольку уроков физкультуры для этого не всегда достаточно. ГТО, мне кажется, это правильное введение. Оно объединяет всех людей, всех, кто даже не привязан к спорту. То есть простые люди могут прийти, сдать нормативы, при этом показать, что они спортсмены, показать свои физические возможности и при этом получить значок, который в будущем поможет им при поступлении студентам, например. Ограничений по возрасту не было, сдавали нормы и малыши. Участники состязались в беге на 100 метров и на 3 километра, прыжках в длину с места, отжимались на полу, тягали гири. Рывок гири – упражнение, которое могут выполнять мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. На золотой знак отличия необходимо сделать 40 успешных попыток. Тренер-преподаватель спортивного клуба «Самурай» Альберт Гарифуллин перевыполнил норму. В принципе, в том году по нормативам на золотой значок я выполнил. Значки, правда, не давали, просто давали грамоты. Поэтому в этом году вызвался, собрался, обязательно прибежал. Пробуем. Сейчас осталось только пробежать 3 километра. Если уложусь, то будет золотой значок. В день физкультурника все желающие смогли проверить свои спортивные возможности, показать силу и ловкость. Торжественные церемонии открыли на театральной площади региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу. Оранжевый мяч 2015 собрал около 700 участников. Свобода, фантазия и веселье – вот что объединяет уличный баскетбол. На открытии оранжевого мяча почетные гости мероприятия приветствовали спортсменов. Стритбол – это спорт без четко определенных правил. В уличный баскетбол играют на свежем воздухе на любой асфальтированной площадке. В стритболе закрываются глаза на многие ошибки и фолы традиционного баскетбола. Возможно, из-за этого он и набирает большую популярность. Местная команда «Анапа Стайл» встретилась с краснодарским «Зефиром». Победа «Анапчан» со счетом 6-5. На этом турнире хотелось бы, конечно, занять первое место. Посмотрим. Стритбол – это, я бы сказал, 50% умения, 50% удачи. Если повезет и умения не подведет, тогда все будет хорошо. На улице Горького «Анапчанни» и гости курорта могли показать умения и таланты в соревнованиях по подминтону, дартсу. Любители интеллектуальной игры приняли участие в шахматном турнире. Спортивные площадки работали для всех желающих. Вчера случайно увидела в газете вашу и решила, что сегодня нужно обязательно поучаствовать. Не так много в «Анапе» таких мероприятий проводится, где можно участвовать, а не только смотреть. Шахматы дают очень многое. Ну, не помню, в какой книжке писал Эли Каспаров, что самое главное, что они дают, это способность к обучению. То есть время, потраченное на шахматы, нельзя считать потраченным пустую. День физкультурника на театральной площади получился динамичным и прошел в позитивной атмосфере спорта, праздника и лета. Череда праздничных мероприятий завершилась церемонией награждения лучших спортсменов, ветеранов спорта и победителей соревнований. В праздничной программе приняли участие детские и юношеские творческие коллективы «Анапы», а также спортивные школы города. С каждым годом уровень подготовки анапских спортсменов возрастает. В каждой спортивной школе курорта есть чем гордиться – мастерами спорта, чемпионами, призерами всероссийских и международных соревнований. Наш город был всегда спортивным. У нас есть чем сегодня похвалиться. Есть у нас результаты, есть у нас достижения. И это благодаря тем, кто занимается с детьми. Спортсменов, которые своими успехами ежегодно прославляют наш курорт, их тренеров, директоров спортшколы, ветеранов спорта наградили почетными грамотами главы «Анапы» Сергея Сергеева. Это радостное событие, что люди хотя бы в этот день, даже те, кто никогда не занимались, мимо пройдя, могут поиграть, попрыгать, посмеяться со всеми. Благодарность за то, что мой труд не остается, как некоторые думают, незамеченным. То есть физкультура в школе обычно – это так, а физкультура? Ну вот, грамота эта дает свои плоды. Также со сцены вручали удостоверение с присвоением звания мастера спорта России. Воспитанница спортивной школы номер 4 Кристина Усова теперь мастер спорта подзюдо. Девушка продолжает брать новые спортивные высоты. Недавно Кристина вернулась из Берлина, где на Кубке Европы подзюдо заняла второе место. Я боролась четыре схватки, три выиграла, а финально, получается, проиграла давней своей сопернице из Бразилии. Ну, я ее уже выигрывала до этого, в этот раз не получилось и заняла второе место. Завершился грандиозный спортивный праздник на стадионе «Спартак» – футбольный матчем между командами ветеранов спорта. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделия из камней самоцветов Тайной Мирной горы. Во вторник 11 августа в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-32 градуса. Ночью до 28 градусов тепла. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Мирной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Мирной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Партнер программы новости – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.